Ремонт федеральной дороги завершен. Пора начинать жить, точнее ходить и ездить по-новому. Улица Лазарева – главная транспортная артерия микрорайона, по которой проходит федеральная трасса. Улица Калараша – одна из центральных улиц. Немало на ней транспорта и пешеходов. На перекрестке раньше был светофор. После турсезона его затянули полиэтиленом и отключили сигнал для пешеходов. Разумеется, людей этот факт не остановил, и они приноровились. Ждут, когда загорится зеленый и перебегают прямо перед машиной, рискуя жизнью. Решено было закрыть проход железным ограждением, а пешеходов сориентировать на безопасный надземный переход. Власти курорта требуют, чтобы управление федеральных дорог Краснодарского края в ближайшее время обеспечило возможность пользоваться подъемником, маломобильным группам населения, а также жителям преклонного возраста и родителям с детьми до трех лет. В 2015 году в рамках проведения работ по капитальному ремонту была разработана и принята новая схема организации дорожного движения. К уже имеющемуся пешеходному светофору было добавлено еще семь светофорных объектов, что в свою очередь упорядочило движение пешеходных потоков и повысило пропускную способность участка. Кроме того, той же схемой было принято решение убрать пешеходную составляющую из перекрестка Лазарева-Колораж, так как он является одним из самых загруженных в поселке Лазаревское. Местные жители, в основном владельцы близлежащих гостиниц и торговых павильонов, оказались против такой концептуально новой схемы движения. Так и не дали произвести работы по монтажу ограждений дорожной службе. А вот водители признаются – со страхом ждут наплыва гостей. В 2015-м на этом маленьком участке дороги из-за постоянного движения пешеходов стоять приходилось по 40 минут. И водители, и некультурные пешеходы – у нас просто менталитет другой. И вот из-за этого провоцируют каждый друг друга. Но если его не будет, уже меньше будет провокации. Даже карета скорой помощи в пик сезона со спецсигналами не могла прорваться сквозь затор. В летнее время это проблемный перекресток. Чтобы проехать, даже с первого раза не получается. Так что я думаю, этот перекресток нужно огородить, чтобы пешеходов не было. Так отдыхающие как идут? Они же по телефону играются, что-то уронят, вернутся. А все это время люди стоят, проезда не бывают. Сочи – город-курорты. Многое делается для сохранения экологии. Однако многие даже не задумываются, насколько выхлопные газы вредят нашему организму. Так в Англии ученые подсчитали, что от выхлопных газов людей умирает больше, чем от ДТП. Поскольку невидимые, но очень опасные вещества провоцируют развитие раковых клеток. Этот газ замещает молекулы кислорода в нашей крови, и у нас возникает кислородное голодание. Идя вдоль дороги, наверняка многие замечали, что у них возникает усталость, начинается головокружение. Комплексное решение закрытия пешеходного перехода наземного и запуск всех устройств надземного сооружения позволит таким образом сберечь здоровье жителей Сочи и гостей курорта, сократить время проезда перекрестка и значительно увеличить пропускную способность всего участка федеральной автодороги. А также поможет разделить потоки автомобильного и пешеходного движения. К слову, прошлым летом на этом перекрестке было зарегистрировано порядка 20 ДТП.